Автомобилисты получают водительское удостоверение, ну а первоклассники – удостоверение пешехода. Да, документ менее официальный, но от этого не менее значимый. Ведь его наличие у первоклассники обозначает, что ваш ребенок точно знает правила безопасного поведения на проезжей части. Идем, идем, идем. Красный. В этот день свое удостоверение пешехода получили первоклассники девятой школы. Но перед этим ребята показали, насколько хорошо знают правила безопасного поведения на проезжей части. Конечно, все это игра и никакого удостоверения, чтобы передвигаться по улице, не нужно. Тем не менее, старые знания закреплены, а новые получены. Аня, расскажи, что ты сегодня узнал? О дорожных правилах. А что ты о них узнал? То, что где нельзя переходить дорогу, а где можно. А где можно, а где нельзя? Где пешеходный переход, там можно. И где на перекрестке тоже можно переходить дорожную дорогу. А если загорелся зеленый, сразу можно переходить дорогу? Сначала посмотреть направо и налево. А для чего это? Чтобы увидеть, что машин нет. И чтобы убедиться, что ребята надолго запомнили, как правильно вести себя на проезжей части, сотрудники полиции задали им несколько вопросов. Если вы сели в автомобиль в качестве пассажира, какое самое главное правило? Это было, можно сказать, традиционное мероприятие, которое проходит во всех школах города Ирбит и Ирбитского района с участием первоклассников для того, чтобы еще раз напомнить им о важности соблюдения правил дорожного движения. Ну и, конечно, в конце мероприятия каждый первоклассник получает удостоверение, которое он должен беречь в течение всей начальной школы. И мы всегда им говорим, что если вдруг вы нарушаете правила дорожного движения и вас задерживает сотрудник ГИБДД, удостоверение у вас забирается. То есть этим самым мы еще и дисциплинируем наших юных участников дорожного движения. Ну а напоследок каждый получил свой световозвращатель. Хотелось бы обратить внимание родителей. Одного световозвращающего элемента ребенку может быть недостаточно. Поэтому приобрести дополнительное точно не помешает. Ну и хорошей практикой будет, если вы со своим ребенком пройдете по маршруту от дома до школы и расскажете ему о базовых правилах поведения на дороге.